Ребят, привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и в этот раз мы с вами подключим Xbox One к проектору и посмотрим, каково это играть в игры практически во всю стену. Перед началом видеоролика, как всегда, попрошу вас поставить лайк. Давайте на этом видосе постараемся набрать 3000 лайков. Если наберем, то в следующем видеоролике я запущу розыгрыш какой-нибудь игры на Xbox. Также не забывайте подписываться на канал, писать в комментариях, играли ли вы в игры Xbox One на проекторе, и давайте начнем. А начнем мы с того, что мне дали попользоваться вот таким вот проектором. Если что, это проектор BenQTH585. Он считается игровым, поскольку там очень низкий импут лаг. Проектор, кстати, компактный и, наверное, сопоставим с размером S. Прямо, наверное, такой же, только немножко повыше. Если что, данный проектор выдает изображение в 1080p. Так как я играю на S, это более чем хватит. Просто если бы у меня был X, хотелось бы, наверное, проектор 4K, но так как у меня S 1080p хватит вот так. Тем более, как бы никогда я не гнался за 4K разрешением. Вот так этот проектор выглядит со стороны. Довольно-таки такой прикольный агрегат. На верхней части у нас вот такая вот панель управления, достаточно легкая. Также в комплекте идет пульт. Если что, вот такие вот здесь разъемы. Но самое главное для нас есть это HDMI, и в случае чего можно подключить колонки. Как по мне, это самое важное. Так, у нас все подключено, поэтому давайте включим проектор и посмотрим, как его играть в игры на всю стену. Вот, кстати, вот сюда вот все будет отражаться. Мне повезло, что у меня большая комната и есть практически пустая стена. Так, консоль включена, поэтому давайте выключим свет и включим проектор. На самом деле, как-то волнительно даже. Ну? Ништяк. Знаете, по первому впечатлению, очень даже клево. Не, вообще ништяк, по сути, практически в полный рост. И знаете, когда подходишь близко к этому изображению, оно все-таки четкое. Я сейчас попробую, может быть, настроить еще четче. Но мне кажется, это максимально. И не видно просто офигенно. Если что, на проекторе есть вот такая вот штука, которая, в принципе, отвечает за регулировку. Давайте попытаемся, может, что-нибудь сделать. Вот сейчас идеально. Я не знаю, как будет видно вам на экране, но изображение четкое и просто офигенное. Господи, блин, во всю стену просто Xbox. Давайте попробуем, наверное, включить свет и посмотрим, как проектор справится со светом. Не, ну со светом явно хуже. Но, опять же, это проектор, и, в принципе, он при таких условиях и должен работать, а не при свете. Так, ну вот хотя бы на мой профиль зайдем, посмотрим. Блин, если честно, я кайфую. Это реально, это, знаете, вот даже включив Xbox, ты ощущаешь какой-то новый экспириенс. То есть, это не то, когда ты там сидишь и играешь на экране. Это вот, ну, какое-то просто новое чувство и детская радость. Я не знаю, как это передать словами, но просто поймите. Кстати, насчет вот этого input-лага. Я не знаю, как это будет ощущаться в играх, но когда ты копаешься в меню, в принципе, никакой задержки ты вообще не ощущаешь. Просто, когда вы подключите Xbox к простому проектору, не игровому, у вас будет некая задержка, и она будет ощущаться. Здесь же ее просто нет. И это просто офигенно. На самом деле, я думаю, что не стоит уже томить. Давайте включим какую-нибудь игру и поиграем. Так, я запустил капхэт. Еще, кстати, забыл сказать, в этом проекторе встроен динамик. Он, наверное, не такой качественный, но он есть и довольно-таки громкий. То есть, играть очень прикольно. Единственное, наверное, к этому проектору было бы просто идеально подключить колонки, расставиться, наверное, по всей комнате. И тогда бы у вас, наверное, был настоящий домашний кинотеатр. Знаете, я смотрю на эту заставку, и вот она просто офигенная. Вот просто классная. Гоу, короче, поиграем в какую-нибудь миссию. Блин, но экран просто, он огромный. Все видно, все четко. Пацаны, я рад, как ребенок. И знаете, играя в капхэт, нет никакой задержки. То есть, вообще. То есть, я ожидал, что все-таки будет такая вот, ну, так скажем, задержка в воду, но ее нет вообще. Это вообще очень клево. Такое ощущение, как будто ты сидишь и играешь в кинотеатре. Вот прям, прям вот реально такое чувство. Кстати, несмотря на то, что у меня сзади обои, да, так скажем, ну, с неким дизайном, назову это, да. А не просто полотно одноцветное. Снофица это, собственно, очень приятно. Конечно, видно вот обои, но не так сильно, как я себе вообще это представлял. Гоу, какую-нибудь другую игру запустим. Гоу, какую-нибудь другую игру запустим. Гоу, какую-нибудь другую игру запустим. Продолжение следует... Что могу сказать о проекторе? На самом деле это реально клювая штука, которая дает тебе совершенно иные ощущения, нежели ты играл бы на телеке. Насчет того, что это проектор игровой, это действительно так, здесь очень маленький input lag, низкая задержка ввода и когда ты играешь в Fortnite, Cuphead или Forza, у тебя нет каких-то сомнений, нет каких-то задержек и играется очень комфортно. Насчет ощущений это реально здорово, потому что у тебя во всю стену твоя любимая игра, все видно, все четко и опять же это совершенно иные ощущения, нежели ты играешь на телеке. Будто ты реально играешь в кинотеатре и так скажем создается такая мини ламповая атмосфера. Если же отвечать на вопрос, а заменит ли проектор телевизор, то тут на самом деле спорно, потому что у проектора и телевизора совершенно разная аудитория. Если же телевизор это некий стереотип каждой комнаты, что там должен быть шкаф, диван и телевизор, то проектор это совершенно иное устройство. Да, я понимаю, что функционал у него практически такой же, но он по-другому ощущается, это не передать словами. Единственный минус для проектора то, что он не работает в дневное время суток. То есть как бы да, можно там что-то разглядеть, но оно не такое четкое, как вот так скажем в темноте. Проектор отлично подойдет, если у вас очень большая компания и особенно большая комната и у вас есть где его разместить, потому что мы сейчас его поставили по сути на коленках и это не так удобно, как вы поставите телек. Но если бы у меня была большая комната, там большой дом, то в принципе я бы о проекторе капец как задумался, потому что смотреть кино, смотреть сериалы, это мне кажется вообще здорово. Ну вот, к примеру. Запускайте, к примеру, FC-клиент, находите любимый фильм и смотрите. Если же FC-клиента нет, то ловите кодик на онлайн кинотеатр ОКО. Ссылку на активацию я оставлю в описании. В целом от проектора я остался в восторге, это реально круто, особенно осознавать то, что у тебя во всю стену идет игра. Если же делать какой-то вывод о проекторе, то в принципе он подойдет тем, у кого большая квартира или дом, есть место под этот проектор, тем, к кому приходят друзья, большие компании и тем, наверное, у кого есть игровая приставка, поскольку проектор игровой. Если бы у меня была бы очень большая хата, то в принципе я очень сильно бы задумался о проекторе, потому что это действительно клевая вещь. Кстати, Настя, как тебе проектор? Классно очень. Я не играла в Майнкрафт, но начала. Ты играла в Майнкрафт? Но я это не читала. Ну ладно. В общем, такой вот видосик, если он вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение, пишите, есть ли у вас проектор дома и как вы к нему относитесь. Большое спасибо за просмотр и до новых встреч.